14 депутатов Совета депутатов Раменского городского округа приехали оценить, как преобразился самый центр территориального управления Новохаритоновское – посёлок Электроизолятор. Первым делом народные избранники возложили цветы к мемориалу погибшим воинам-землякам, который находится на центральной площади. Эту зону благоустроили в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, депутаты увидели новый облик бульвара протяжённостью 1 километр, а также ярмарочную площадь. В рамках программы «Муниципальное формирование комфортной городской среды» мы обустроили три объекта. Это центральная площадь, мемориал, бульвар и ярмарочное пространство. Мы заменили полностью плитку. Плитка, вы видите, новая, современная. Освещение, зеленение, парковая мебель, красивые деревянные диваны, урны. В видеонаблюдении у нас 54 камеры установлено, так что мы следим, чтобы не хулиганили на наших красивых объектах, чтобы всё это берегли. Далее делегация отправилась на осмотр современного парка, который расположился на территории компании «Объединение к ЖЕЛЬ». Большое количество деревьев и растений, невероятно красивые водопады и изысканная беседка. Всё это и многое другое станет совсем скоро доступно жителям и гостям округа. Следующий пункт – само предприятие, известная на весь мир фабрика по производству фарфора, которая недавно обрела вторую жизнь после реконструкции. Там депутаты сначала посетили сувенирный магазин, а затем отправились на выставку из собрания коллекции музея – дом, в котором живёт к ЖЕЛЬ, и оценили работу современных мастеров. Отрадно отметили они, что в компании работают исключительно местные жители. «Раньше, когда мы посещали небольшие европейские города, мы всегда удивлялись, насколько в них комфортно. Я думаю, что на сегодняшний момент, если бы европейцы приехали к нам в Раменский городской округ, они бы действительно удивились, насколько у нас комфортно жить, красиво жить и удобно». Заключительный аккорд экскурсии – стадион международного уровня. Этот объект, ввезённый в эксплуатацию в 2021 году, позволяет проводить тренировки и игры на самом высоком уровне. «На данном объекте у нас полноразмерный футбольный полис с искусственным покрытием и хоккейная коробка также с пластиковым покрытием, где летом ребята-хоккеисты занимаются роликом хоккеем на коньках, а зимой, как по традиции, у нас везде заливается лёд, шлифуется и каток открыт для общего доступа для массового катания». Экскурсия так впечатлила всех депутатов, что они признались – сложно сделать акцент на чём-то одном. «Нельзя сравнивать, что больше впечатлило, потому что и площадь Победы Новохритонову очень красивая, и объединение к жель, которое получило новое дыхание, новую жизнь. Ну и, конечно же, вы посмотрите, ведь я же сам за всю жизнь занимался спортом, также футболом. Мы никогда в моё детство не бегали на таких прекрасных газонах». Все собравшиеся отметили, что уже сейчас туристко-рекреационный кластер работает на полную мощность. Осталось дело за малым – строительство гостиницы и ресторана, чтобы туристы могли подольше задержаться на гостеприимной джельской земле.